И если уж подходить вот так вот по-простому, по-обычному, мы можем сказать, что мы в семье-то не всегда можем найти общий язык между членами семьи. А что тут говорить в рамках всей России? Потому что спектр интересов, он настолько разный, он настолько разнится. И здесь еще накладывается вот то стрессовое состояние, потому что когда человек не может ни прогнозировать, ни свое будущее, ни будущее своих детей, он попадает вот в эту внутреннюю ситуацию напряжения, у него возникает внутренний конфликт с самим собой. И что получается? Получается то, что вот это вот внутреннее напряжение человека или стрессовое состояние приводит к декомпенсации основных регулирующих систем организма. Попроще, если выразиться, это так, начинают в это время активно работать надпочечники. И в кровь бросается огромное количество гормональных продуктов, до 50 гормональных продуктов сбрасывают в кровь надпочечники. И как только вот этот вот избыток гормонов, он начинает воздействовать на белковый углеводный жировой обмен, они, эти обмены, начинают отклоняться от своего нормального состояния, то тогда идет автоматически блокировка левого полушария человеческого мозга, которые отвечают за логику здравого смысла. И тогда человек утрачивает чувство реальности, и он делается подверженным влиянию со стороны. Им можно легко управлять, поскольку вот это состояние гормональных, избытка гормональных продуктов, оно закрепляется биохимической реакцией. И вот эта вот биохимическая реакция, она настолько устойчивая, поскольку он все время себя подпитывает этими отрицательными эмоциями. И оно может тогда только пройти, когда человек подвержен большой физической нагрузке, тогда можно только гормон нейтрализовать, только через физическую нагрузку. А так как этого не происходит, то человек и носит в себе, потому что любая информация – это энергия той или иной знаковой направленности. И болезни все от человека, они возникают от психики. Психика – это главный регулятор жизненной энергии человека. И психика у нас, она реагирует на образы, потому что мозгу нашему безразлично или реальность, или виртуальность. И взять, если, к примеру, я буду рассказывать, что вот человек, допустим, кушает лимон, кусает его так сочно, и текут, значит, сок течет, и слюни у него, выделение идет вот такое обильное, то человек, который это слушает, у него реакция органов будет соответствующим образом. У него тоже начнется обильное слюноотделение. Это то же самое, это на виртуальный образ среагировали наши внутренние органы. Также и на остальные образы все реагируют. А теперь давайте посмотрим, какие образы нам несут средства массовой информации, кино и телевидение. И вот эти вот образы, там нету образов добра, очень маленькие крохи. Я вот, например, дома, когда ложусь спать, я смотрю только «Маша и медведь», значит, вот эти вот мультики, поскольку тогда я отдыхаю. Но когда мне каждый день показывают трупы, показывают, как там происходит ситуация в Новороссии, там воюют, там воюют, а потом идут фильмы, сплошные, значит, убийства и стрельба, и взрывы, и огонь. И человек это все воспринимает, это все идет с отрицательным знаком, и это приводит к тому, что он начинает испускать негативные вибрации, негативную энергию. А так как нас окружает в окружающем мире очень много вот этих полевых образований различной знаковой направленности, эти образования, их называют игрегры. И вот эти вот игрегры, они начинают влиять на человека, и не только влиять на его здоровье, приводя его в разбалансировку его внутренние органы, но и влиять на его поведение. Это и называется полевое управление людьми, потому что какие мы мысли-формы рождаем, то такие мысли-формы, они разной знаковой направленности. К такому игрегру мы подсоединяемся. Яркие путешествия, уникальные исследования, невероятные открытия. Каждый из нас мечтал о них в детстве, но лишь единицы смогли воплотить эту мечту в жизнь. Достояние планеты. Подключайся к тем, для кого мечта стала реальностью. Чтобы принять участие в одной из ближайших экспедиций, заходи на страницу Клуб путешественников на сайте достояния планеты.ру Достояние планеты. Нам есть чем гордиться. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ